Всем привет, друзья! Вы на канале Экспировит, меня зовут Виталий и я продолжаю играть Identity 5. И сегодня, ребята, у меня будет необычное видео, потому что я буду выполнять челлендж, который я увидел на ютубе. Не помню даже у кого, если честно. Короче, ребят, прикол заключается в том, то есть этот же челлендж, что нужно выиграть катку ползком. Точнее, то есть не на приседке, да, а вот в полустоячем таком аккуратном состоянии. Ну, я не знаю, как это будет, я еще даже не пробовал, поэтому, ребят, все вы сейчас увидите сами, получится у меня выполнить этот челлендж или нет. Но я надеюсь, что получится. Так, ребят, наша локация госпиталь. Блин, я сразу, короче, появился в таком не очень месте. Так, как я бегаю? Нет, не то. Все, ребят, вот в таком состоянии я должен буду сейчас играть. Конечно, от маньяка так, ребят, не убежишь, но челлендж есть челлендж, и его нужно выполнять. Ну, или хотя бы постараться это сделать. Так, давайте я, наверное, аккуратненько поломаю. Кстати, самый плюс в том, что мы не оставляем следы. Поэтому мы можем быть, в принципе, максимально незаметными, главное делать это аккуратно. Главное, чтобы против нас был не рипер, вот серьезно. Точнее, ну, его называют рипер, джек, ребят, джек. Потому что от джека и так сложно убежать, когда даже просто бегаешь, как не знает кто. Кстати, видели, я, походу, споткнулся. А в таком состоянии тем более. Слушайте, ну, она как-то странная идет, вот заметьте. Она идет, 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 и резко такая, ого, смотрите, видели? Если честно, я раньше этого не замечал. Я надеюсь, что такая игра, как бы, ну, не дает местонахождение мою маньяку. Ну, мало ли, знаете, споткнулся, и вот это загорелось, типа, где я нахожусь. Так, давайте, наверное, ладно, хрен с ним. Ага, ооо, против нас гейша, ребят. Против нас гейша. Короче, мне надо быть осторожным и не попасться. Это самое главное теперь. А, что за... А, блин, я понял, не то, что надо нажал, окей. Кстати, ребят, если кто-то из вас попытается тоже выполнить этот челлендж, то обязательно напишите, получилось у вас или нет. И, по возможности, можете даже прислать скриншот, как вы играете и как, что вы выиграли. Правда, я понимаю, что можно просто, знаете, сделать эту позу, сфоткать, а потом сфоткать победу. Ну, я надеюсь на вашу честность, и можете это скидывать ко мне в группу ВКонтакте. Кстати, ссылочка будет, ребят, в описании. Так, что за фигня? Так, давайте еще раз. Слушайте, ну за садовницу, конечно, промазать второй раз подряд, это, знаете, надо еще постараться. Так, а у нас, ребята, я смотрю, неплохо мансуют, да, потому что, видите, нет, все, попался, чувак. Кстати, ребят, если вдруг вам понравился, понравится такая идея с челленджами, то напишите мне это в комментарии, поставьте лайк, и я буду почаще такое делать. Так, давай, маг, иди сюда, подлатаю тебя. Сейчас только дочиню и тебя подлатаю. Стой на месте, стой, тебе говорят. Слушайте, ребят, я не пойму, если гейша там находится, че вы там бегаете? Так, ну, ребят, спаситель из меня по-любому никудышней, сами понимаете. Так, давайте, наверное, этот поломаю все-таки. Ух ты! Так, гейша тут где-то рядом, блин, она сейчас посадит. Блин, ну я навряд ли спасу в таком, в такой позе. Ладно, давайте, наверное, пойду лучше чинить. Вообще, у маг, маг, у тебя, блин, нереально офигенная способность. Иди, спасай наших тиммейтов, че ты тупишь? Один, короче, уже помер, а теперь доктора посадили. Так, где она там? Блин, слушайте, она вообще рядом, еще и кемперит. Ну, ребят, я не раз говорил, что гейша это сам по себе кемпер. Это, ребят, убийца кемпер. За нее, точнее, просто невозможно кемперить. Ее сами умения, это просто, ну, они кемперские. Поэтому тут даже осуждать чувака, в принципе, даже невозможно. Хотя, да, он может просто пойти, где-то побегать. Но, знаете, если игрой прописано такое умение, да, у гейши, то нужно им как бы пользоваться, правильно? Так, давайте, наверное, поломаю. Блин, она близко. Слушайте, ну, с такими темпами реально она сейчас всех просто перехреначит. Ну, в любом случае, я могу найти люк. Ну, если я его еще найду. Так. Слушайте, если у меня с первого раза получится пройти этот челлендж, я просто охренею, если честно. Так, освободили доктора. Все, ребят, текайте на совершенно другую сторону. Главное, не ко мне, потому что возле меня тут... Слушайте, да возле меня три геника, как раз те, которые нужны. Блин, ну, знал бы, брал бы механика. А, не, не получилось бы. Если учитывать тот факт, что их постоянно сажают на кресло, не, не, не. Механик не подойдет. У меня сейчас только два варианта. Это вообще не попадаться гейши на глаза и постоянно прятаться. Только вижу, что где-то что-то сразу запрятался, присел. И желательно где-то возле полета это делать. Так, не иди сюда. Не иди, чур тебя, чур. Я обычная садовница. Так, присядем. Главное, ребят, чтобы мой цвет меня не выдал. Нет, 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 не иди сюда. Заметит. Да ладно! Ууу, короче, ребят, весело, весело, весело. Стоять, нет, блин. А че я побежал? Я не... А, она меня ударила. Наверное, это сама игра так, наверное, делает. Понятно. Так, ну давайте попробуем выбраться. Слушайте, а как она меня заметила? Не, по-моему, она просто подошла. Но я вроде не взрывал ничего, правильно? Не было такого. Но каким-то образом она все равно узнала, что я здесь нахожусь, короче. Так, взлетит, не взлетит. Так, ну наш тиммейт черти где находится? Чувак, наверное, лучше спасайся. Потому что я прохожу челлендж и навряд ли я тебе буду полезен. Не, конечно, буду тебе признательен, если ты меня спасешь. Может быть, у меня что-нибудь все-таки и получится. Все-таки, знаете ли, в таких условиях уже три геника было починено. Слушайте, смотрите, как он делает, да? Блин, ну почему именно гейша? Нет, чтоб там какой-то Лео или Джек, я не знаю. Да-да-да, я присяду. Оп. Блин. Ну, тут, ребят, все понятно, короче. Я думаю, тут я уже... Хотя, давай, уводи, уводи. А ты не возвращайся и вообще не смей. Нет, веди, ну куда ты? Так, ладно, ребят, сейчас я постараюсь сам себя отхилить. Не знаю, получится у меня это или нет. Успею я. Не, я думаю, что я успею. И сразу где-нибудь спрячусь. Где-нибудь, например, за вотим деревом. Так, присядем и пойдем. Так, ну она мне сейчас по-любому будет здесь искать. Все, присядем. Все, пусть тут ползает, бегает. Ой-ой-ой-ой. Так. Не-не-не-не. Не-не-не. Так, нет. Все, пока Миссия найдет к нему, давайте я, наверное, туда уйду. Блин, может быть, я все-таки найду. Кстати, вот я не знаю, если я убегу через люк, это можно считать победой или нет? Вот как вы считаете, ребят? Просто я даже не знаю, ну то ли закончить катку полноценно, то ли сбежав через люк. Вроде как бы ты и не погиб, да? Ну и катка все-таки... Так, она где-то куда-то поползла, да? Не в мою сторону, случайно? Не, ребят, не в мою. Блин, а может мне все-таки удастся? Ну, блин, она сейчас с той стороне, где как раз находятся генераторы. Поэтому я сомневаюсь, что я успею их починить. Тем более, если она увидит, что они там все находятся, она по-любому будет там бегать от генератора к генератору. Это гадалки не ходи. Да, я... Блин, вороны! Вот надо было, ребят, вот прямо сейчас вот нарваться на вот этих долбаных ворон. Я надеюсь, что я успею все-таки нарваться на люк, прежде чем... Я понял, понял. Все, 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 все. Ну, чур, ну, что ты делаешь? Слушайте, может она надо мной взглянется и сама отнесет к этому... Как его, к люку? В принципе, она от этого ничего не проиграла, между прочим, ребят. Катка у нее все равно выиграна, она свои баллы по-любому получит. А если я еще через люк выберусь, в принципе, и мне что-то достанется. Нет, короче, она решила мне все-таки посадить. Все, проиграл. Так, ребят, на этот раз я, короче, решил взять с собой вора по одной такой причине, что если вдруг даже на меня нападет маньяк, возможно, у меня удастся его ослепить и спрятаться. Так, там уже кто-то что-то чинит. Доктор Шалана, пусть она там чинит. А я пойду, наверное, пока месь починю тот генератор, который находится подальше от себя. О, кстати, тут сразу два генератора. Замечательно. То есть мне даже бегать очень далеко не придется. Так, куда ты пошел? Стой. Эй, что ты делаешь? Воу. Чини. Так, а кто против нас играет? Надеюсь, не гейша, ребят. И надеюсь, что не играет не виолетта. Может быть, какой-нибудь Лео. Ну, клоун тоже мощный. Ох, кстати, бычара. Пусть будет бычара. Не, не надо бычару. Слушайте, ну, пусть вообще он просто стоит. Я спокойно выполню этот челлендж, и все будет прикольно. Все будут рады и довольны. Ну, кроме, конечно, самого маньяка. Ну, что поделаешь. Жизнь. Боль. Жизнь, боль, ребят. Так, окей. Да, неудачно он, конечно, себе выбрал, ребят, перк. Окей. Ему там и... Не гордо ест. Падала. Слушайте, вот надо было... Вот я заметил, постоянно маньяк прибегает в тот момент, когда я... Нет. Вот тут. Присядь. Я заметил, что постоянно маньяк прибегает конкретно в тот момент, или смотрит, или прибегает, когда у меня происходит калибровка, ребят. Так, и что это за звуки? Гейша! Твою мать! Знаете, вот я заметил, что реально мне везет. Я самый везучий игрок в Indentity 5. Слушайте, а я ее ослепить вообще могу? У нее же вроде нет ничего против ослепления. Или у нее все-таки действует какой-то ограничитель? Подождите, я просто не помню. Серьезно, ребят. Блин. Так, она меня могла сейчас заметить, да? Вообще, в принципе, мне не обязательно присаживаться, можно стоять. Так, давай спасай, и я где-нибудь здесь. Так, оп. Ну что, спасет? Нет. Блин, хоть бери и в шкаф прячься. Вот серьезно. Блин, ну он кемперит. Она кемперит, реально. Я понимаю, что гейша это кемперский, как я повторюсь, убийца. Но вот так впритык, знаете, фейспамить, но это просто, я не знаю. Фейспамов, ребят, никто не любит. Не буньте такими буками. Блин. Может все-таки попытаться спасти, не быть таким эгоистом. Блин, ну она стала прям между ними. Ну что мне делать? Постараться ослепить. Видите, я все равно гуськом не успею. Просто-напросто никого... Даже если я ослеплю. Максимум, что я успею, это просто присесть. Тихо присядь. Так. Я надеюсь, что второй тиммейт, может быть, все-таки спасет докторшу. Ну, я реально на это надеюсь. Хотя, мне кажется, ребят, никто никого не спасет. И мы останемся вдвоем. И просто-напросто будем стараться починить оставшиеся генераторы. Я надеюсь, сейчас загорится циферка 2. А потом, когда я починю генератор, загорится циферка 1. Тогда, в принципе, будет проще. Вон, я вижу еще один генератор. Я надеюсь, сейчас не его чинят, чтобы до него мне быстрее было добраться. Блин, ну, честно, так руки чесались пойти хоть что-то сделать. Вот я вам передать не могу, ребят. Я как представлю, что я мог быть один из них. А, все, короче, еще одного ранили. Понятно. Блин, все, я один. Я один. Ладно, постараемся все-таки что-нибудь сделать. Знаете, в принципе, если аккуратно все делать, то, может быть, у меня еще что-нибудь и получится. Все, вали. Валим, валим, валим. О, замечательно. Здесь еще и этот стульчик поломанный. Да, 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 да. Ищи меня. Ищи. Где-нибудь там, на другой стороне. Да, ёперный ты балет. Она, короче, думает, что я сейчас к нему приползу. Да. Ой, вот это моя ошибка. Пойдет ко мне, нет? Да, ребята, она идет куда-то сюда, да? Или нет? Блин, я все-таки постараюсь починить эти два генератора. Правда, а где еще один? Я надеюсь, что он начал какой-то чинить. Я уверен, что он начал. Мне останется просто до него каким-то образом добраться и... дочинить. Блин, ребят, ну челлендж очень сложный. Очень сложный. Тихо, сядь. Со своими ушами долбанными. Кстати, а первая гейша, по-моему, тоже брала такой же перк. Наверное, для гейша это самый оптимальный перк, все думают. Я не знаю, ребят. Я за гейшу, если честно, еще ни разу просто не играл, поэтому я не могу ничего сказать. Единственное, что я хочу сказать, против нее сложно играть. В принципе, как я слышал, что из-за нее тоже сложно как бы играть. Да за каждого персонажа, в принципе, по-своему сложно играть. Главное, немножко нашариться. Давай, давай, чувак, дочини, дочини. Куда-нибудь спрячемся и будем спокойно... Блин, ну надо в здание пойти. По-любому надо пойти в здание. Тихо. Я надеюсь, она не успела меня увидеть, да? Так, сейчас она поползет 100% куда-то сюда, поэтому я, наверное, спрячусь где-нибудь здесь. Да, вижу, вон где-то она ползет. Так, или то не она была. Блин, она по-любому... Вон она, все. Пусть она здесь, ребят, все обрызкает. И тогда она... Дала! Ребят, опять вороны. Опять долбаные вороны. Ну, давайте ее греем, что ли. Получи. Ну, правильно, ребят, надо же хоть что-то делать, как-то себя защищать, правильно? Дура, ну не трогай меня, пожалуйста. Я очень хороший человек. Получи. Нет, не ударила. Ну, ты не видишь, я гуськом ползу. Значит, это не просто так. Да, на ее гримасе я не вижу вообще ни единой нотки, ни единой линии добра. Так, подождите, а может мне не надо вот ползать? Может она все-таки люки ищет, а? Ну, давайте на ее совесть. Вот посмотрим, совесть... Да ладно. Я... А я рассчитывал на ее совесть. Короче, ребят. Я не знаю. Это сложный челлендж. Вот я вам серьезно говорю. Это сложный челлендж. Я не знаю, как у чувака получилось. Ну, я видел, он сделал засадовницу. Поэтому я как-то сразу тоже думал, может быть, получится, если там по-аккуратному. Но это очень, ребят, сложно. Это, наверное, надо не один раз играть и, возможно, даже не один десяток. Хотя это многое зависит еще, ребят, от тиммейтов. Потому что вы сами видели, как в первой катке, как во второй катке, их просто-напросто очень быстро засадили. Короче, ребят, давайте на этом будем заканчивать. И я, возможно, еще сниму продолжение этого челленджа, да. И надеюсь, что у меня это все-таки получится сделать. Но вы обязательно напишите в комментариях и обязательно поддержите лайком видео, если вы хотите, чтобы я дальше старался выполнять челленджи. Ну, вы были на канале ЭксперВид. Подписывайтесь на мой канал. Подписывайтесь на мою группу ВК. Ссылочка будет в описании. Ставьте лайки. Будет больше, будет лучше. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok